Просматривая список фильмов, которые я планировал охватить своим вниманием, я опасался, что очень русский роман Анны Каренина будет самым лучшим образом экранизирован американскими кинематографистами. Было бы обидно за русскую режиссерскую школу. Анна Каренина 12-го года режиссера Джо Райта не смогла посрамить российскую режиссуру, так как тоже оказалась довольно беспомощной. Самое сильное звено тут Джуд Лоу. Он очень хорошо сыграл Каренина и, пожалуй, единственный исполнитель, который мог бы составить конкуренцию Олегу Янковскому, который исполняет роль Каренина в постановке Сергея Соловьева, о чем будет доложено позже. Как вы знаете, ревность я признаю чувством унизительным и оскорбительным. Я не имею права входить в подробности ваших чувств, это дело вашей совести. Но я обязан вам указать, что мы связаны не людьми, а Богом. И разорвет эту связь только преступление, влекущее за собой тяжелую кару. Мне нечего сказать. Что же касается постановки Джо Райта, она совершила все ранее описанные ошибки экранизации. Отрывистое повествование, большие неосмысленные куски диалогов, непонимание персонажей, ужасный кастинг. Вообще непонятно, за что можно влюбиться в такого Вронского. Обаяние ноль. Самовлюбленный мальчишка. Вряд ли взрослая замужняя женщина поведется на этот внешний лоск. Все же главное во Вронском – это его харизма, некая мужская притягательность. Я, конечно, не девушка, но мне кажется, что Джут Лоу гораздо симпатичнее. Да и по фильму он более притягательный персонаж. Еще одна неожиданная слабость фильма проявилась после просмотра. Я люблю, чтобы фильм как-то настоялся в моем сознании. Я смотрю кино, потом несколько дней ничего не пишу и за это время как-то кристаллизируется основная мысль. Все главное в фильме, что я увидел и что запомнил, и что зацепило меня, и что не дает спать. Все это проявляется и тогда можно записывать, анализировать, разбирать. Но по прошествии нескольких дней я понял, что фильм совершенно стерся у меня из памяти. Кроме Джуда Лоу и самой Киры Найтли я ничего не помню. То есть вообще. Фильм меня абсолютно не тронул и никаким образом не зацепил. Мне даже пришлось гуглить, как там выглядел Вронский. Я иду переодеться. Бейте обещала заехать за мной. Мы собирались смотреть скачки. Хочешь тоже поехать? Поеду. Позже. А потом мне нужно будет вернуться в город. Возможно кому-то понравился режиссерский прием, как бы демонстрирующий нам театральность развивающихся перед нами событий. Прием интересный, но по моему скромному мнению в данном случае совершенно неуместный. В следующей серии я расскажу о фильме 1997 года с Софи Марсо и Шоном Бином. Фильм режиссера Бернарда Роуза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и будьте концептуально точными. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok